Всем привет, ребят! Сегодня разбираем очень важную тему, как поднять уровень своего языка от basic до advanced. Если ты уже давно мечтаешь о том, чтобы переступить порог простого английского и хочешь научиться новым свежим выражениям, которые, может быть, более сложные, но, тем не менее, все так же часто употребляемые в речи, это видео для тебя. Сегодня разберем 15 пар слов и выражений, и после просмотра этого видео ты будешь гордиться собой и проведенной работой. Обязательно смотри это видео до конца, и там я расскажу, какую частую ошибку делают те, кто хочет улучшить свой уровень английского. А еще подписывайся на наш канал, ставь лайки и нажимай обязательно на колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши новые видео. В них мы очень много рассказываем о лайфхаках, которые нужны при изучении английского, ну и, в принципе, там очень много полезной инфы. Во-первых, почему это важная тема? Когда ты начинаешь учить английскую грамматику и вместе с ней приобретаешь вот этот уровень basic, то ты дальше понимаешь, что тебе необходимо еще что-то большее. Это всего лишь основание дома, и дальше нужно продолжать его строить, чтобы уже потом его обживать. Так что смело кидайся в этот огонь, это того стоит. Advanced это продвинутый уровень владения английским. Другими словами, это уровень свободного общения. In case if you want to speak fluently, то есть если вы хотите говорить свободно, бегло. Уровень владения, если вы еще не знаете, оценивается по маркировкам согласно общеевропейской компетенции владения иностранным языком. Есть такая аббревиатура CEFR, Common European Framework of Reference. Эта маркировка говорит о вашем знании языка в случае вашего отъезда в другую англоговорящую страну. Ну, то есть, если вы едете по работе или по учебе, скажем. Уровень Advanced это маркировка C1, это предпоследняя ступень знания английского, выше которой только владение уже на уровне носителя, которое называется Proficiency. У нас на канале есть видео, в котором мы подробно разбираем каждый уровень владения языком. Ссылка в описании. Сравним варианты некоторых фраз в Basic English и их эквиваленты в Advanced Level. Если дословно, то есть подобрать чей-то мозг. Если переводить это все в удобоваримый формат, то тогда to pick someone's brain это посоветоваться с кем-то, узнать чье-то мнение. Надо сказать, что при дословном переводе, когда ты начинаешь въезжать в логику, то сразу же задаешься вопросом, почему вот именно такие фразы, ну, как бы сленговые, они как раз считаются уровнем Advanced. Все очень просто, потому что так говорят в ежедневном общении. Это вполне себе расхожие фразы. Это как слова-паразиты, от которых очень трудно избавиться, и поэтому ты постоянно их вываливаешь. Но это не умаляет ваших знаний, если, скажем, в вашем багаже есть еще и posh English, то есть шикарный, аристократический английский, то есть очень высокий уровень слога. Так говорит королева Елизавета II и все те, кто любит высокую речь. Здесь важно, что с королевой нельзя заговорить раньше, чем она к тебе сама обратится. При этом послушайте, как она говорит good evening. Good evening. Такое более мягкое произношение вот этой double o в слове good, и того получается good. Еще заметишь, что есть некоторое смягчение буквы L. Ну и к тому же забавно, что королева тоже все-таки человек, и может иногда шутку отпустить. Например, вот на такой вопрос. Если пока ты говоришь с неуверенностью, если, может быть, стесняешься своего произношения, то, во-первых, не стесняйся, во-вторых, все с этого начинают. И к тому же запоминает следующие два выражения. Basic English. I'm scared to do this. Advanced level. I have cold feet. To have cold feet. Иметь холодные ноги. Если в русском немножко покопаться, можно найти эквивалент, типа, душа ушла в пятки, или трясутся под жилки, или холодеет внутри. Хотя у души, ушедшей в пятки, есть англоязычный аналог. I'm quacking in my boots. То есть, я дрожу в своих сапогах. Если литературнее, дрожать от страха, или дрожать, как осиновый лист. А еще можно сказать Да, иногда между любыми словами можно составлять слово freaking, и тогда оно будет действительно заменять то самое слово, более мощное, которое очень часто можно услышать в английской речи. В англоязычном мире оно известно как The F word. Слово на букву F. У нас есть нечто подобное, но русский эквивалент я не буду вспоминать, и за это ставь лайк. Итак, вместо crazy можно сказать что-то более интересное, типа, out of your mind. То есть, быть не в мозге. Ну, а если литературнее сказать, то быть не в себе. Как еще можно сказать то же самое предложение? Are you insane? То есть, ты спятил. Are you nuts? То есть, ты рехнулся. Have you lost your mind? То есть, ты разум потерял. What's wrong with you? Да что не так с тобой? What's the matter with you? Что с тобой произошло? Все эти фразы можно услышать в свой адрес, если так получилось, что ты съехал немножко кукухой. Кстати, для этого тоже есть своя фраза. Go cuckoo. Далее. Когда мы в чем-то не уверены, мы можем сказать так. Basic English. И в более продвинутой версии, то есть, в advanced level, это будет звучать как Сомневаться по поводу, быть неопределенным в чем-то. И здесь сразу несколько выражений более высокого уровня, одно вытекает из другого. Не могу сделать выбор. В принципе, то же самое, как и То есть, не могу понять, не могу решить. Другими словами, я не определился, в какую сторону идти. Идти налево или идти направо. То же самое происходит, когда вы сидите на заборе, который делит две части вашего сада. На вот эту часть и на вот эту часть. Еще можно сказать, ты не с этой стороны забора и не с другой стороны забора. Кстати, a fence это забор. Заговорить на английском очень просто. Для этого проходи по ссылке в описании и записывайся на бесплатный урок онлайн-школы английского English. Занятие каждый день по 15 минут. Это весело, эффективно и продуктивно. Подробности по ссылке в профиле. Далее, когда ты скажешь в затруднении, что бывает часто? Basic level, I'm in a dilemma. Advanced level, I'm in a pickle. То есть, я нахожусь в затруднительном положении. What a pickle или quite a pickle довольно популярная фраза в значении Вот незадача. Pickle это вообще огурец, как и cucumber. Но в данном случае это некая такая загвоздка, которая встречается на твоем пути. Так что запоминай. Еще одно отличное выражение. Оба выражения о том, что должно быть. В таких примерах It goes the way it should be или This is the way it has to be можно заменить на более интересную фразу It's meant to be и тогда получается следующее I think it's meant to be. Я думаю, что так и должно быть. Вот пример. Забавный эпизод из друзей, где девушка уходит из квартиры Росса и оборачивается, говорит, что ты же не знаешь моего номера, подожди. Он говорит, ты знаешь, если это судьба, я его угадаю. И вот тебе еще один перевод фразы If it's meant to be, то есть если это судьба. И вот еще пример So if it's meant to be, so now's the time to choose. Честно говоря, это строчка из моей песни Parachutes. Будет время послушать. Еще несколько выражений. Для basic level If all goes to plan То есть Если все пойдет по плану, в продвинутом английском будет звучать как With any luck With any luck we will make this job right on time То есть Если все пойдет по плану, то мы выполним эту работу в срок. Уже известное нам выражение Make up someone's mind в таком предложении, как I can't make up my mind about something можно повысить еще до более высокого уровня. Фразовый глагол для уровня Advanced это Way up То есть Взвешивать, принимая решение. Перевод этой фразы жду от тебя в комментариях. Ну и, кстати, напиши, раз уж мы об этом заговорили, что чаще смотришь Netflix или YouTube. Еще два полезных выражения, которые можно услышать как и в свой адрес, так и кому-то сказать. Basic level Hurry up Advanced level Get on with it Are you gonna eat it? Cause I'm starving Well, I've not decided yet Do I want it? Come on, man Get on with it Все это можно перевести как Ты будешь есть это? Я проголодался Ты знаешь, я еще не решил, хочу ли я это Come on, шевелись Важный момент Не стоит переусердствовать и заменять абсолютно все фразы на какие-то более высокие по стилю Иначе может получиться вот так Во всем нужно соблюдать меру, так что всему свое время и место Спасибо, что посмотрел это видео, повышать свой уровень знаний это всегда полезно и всегда пригодится Не стану говорить что-то привычное вроде На этот раз я скажу просто Cheers Субтитры сделал DimaTorzok